В эфире Тольятти в деталях и мы продолжаем наш выпуск. Путешествовать по России и не потратить при этом много денег реально. По утверждению тому национальные туристические маршруты, которые Ростуризм представил на Петербургском международном экономическом форуме. И особенно приятно, что в числе пяти лучших направлений маршрут Жигулевские выходные, которые подойдут тем, кто не любит долгие поездки, но хочет увидеть сразу много интересного. Поговорим сегодня об этом с нашей гостьей в студии. Мы приветствуем Анну Токмачеву, руководителя турагентства «Пелегрим». Здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде всего, хотим вас поздравить с тем, что ваш национальный туристический маршрут в числе пяти лучших, он был презентован Ростуризмом на том самом Петербургском международном экономическом форуме. Мы там не были. Расскажите теперь нам, что это такое, что за проект. Ну, я тоже, к сожалению, там не была. И, наверное, поздравлять надо не столько меня, как всю Самарскую область, но я считаю Тольятти в первую очередь. Буквально два слова, что такое национальные туристические маршруты. Это госпрограмма. Это вот сейчас мы будем развивать туризм, выделяя национальные туристические маршруты. Многие-многие области готовятся, чтобы его защитить. А у нас он уже есть, готовый. И его Зарина Дагузова, руководитель Ростуризма, называет одним из своих любимых маршрутов. Да, это четыре территории. Это Самара, Тольятти, Самарского лука, Горибальди, который мы считаем Тольятти, и Сызрань. И вот он объединяет, как бы продвигаемся этим маршрутом. Потому что бесконечно можно говорить, что у нас красиво, у нас здорово, у нас вкусно. Но это все надо упаковать в реальный продукт. И только тогда продвигаться. Это мы считаем так бизнес. На самом деле, представляем не мы этот маршрут, его представляет наше теперь уже Министерство туризма региональное. И так как мы его защитили, региональному туризму открылись многие двери. Сейчас пойдут деньги на инфраструктуру, на продвижение. Самое главное. Не нам лично, а всей Самарской области. Поэтому мы себя такими чувствуем, значимость свою, что мы открыли двери туризма в Самарской области. Самарской области. И, конечно, Тольятти это заслуживает. И спасибо вам большое за это. Спасибо большое за спасибо. Анна, расскажите более подробно, какие возможности это дает Тольяттинцам? Ну, на самом деле, мы этот маршрут уже резали давно, с 17-го года. Это он сейчас такой статус. Поддержка, да, получается сейчас? Статус приобрел. То есть его признали на всем уровне. И с 17-го года это в первую очередь дает Тольяттинцам вот те высокие стандарты, потому что мы упаковали нашу достопримечательность, гастрономию, экологические кейсы, посещение производства. Комбо-набор прям такой туристический. Комбо-набор, очень хороший, качественный продукт. А Тольяттинцы этим однозначно могут пользоваться. Для нас лично мы вот не почиваем на лаврах. Вот на лаврах в 17-м году все сделали и живем дальше. Нет, мы развиваем этот продукт. Вот в прошлом году решили, да что ж мы все для Родины, для Родины, это замечательно. Но надо, наверное, и для тольяттинцев. Конечно. И решили вот то, что мы наработали, упаковать в новый проект. Он называется «Жигулевская селфи. Культурный код». И он направлен только на тольяттинских детей. Расскажите подробнее, как сделать селфи с этим культурным кодом. Это же жигулевские выходные, правильно? Да, это самое главное. Это национальный туристский маршрут благодаря президентскому гранту, да? Вот смотрите, давайте немножко отделим. Давайте. Национальный туристский маршрут – это в первую очередь для взрослых. Причем чем он хорош? У нас есть определенные даты заезда. И любой гипотетически россиянин, и не только, может на эту дату купить путевку и приехать. И это тема для въездного туризма. Хотя тольяттинцев, мы делим это на экскурсии, они тоже могут поехать посмотреть. Это можно узнать только у вас, правильно? Даты заездов? Ну, лучше у нас, но хотя это теперь, по идее, должны знать все, потому что мы зашли в национальные туристские. Вот на основе вот этих отработанных брендов мы знаем, в чем мы уникальны, мы как территория. И мы решили это донести до детей. И это уже другой проект, вы правильно сказали. Это мы взяли грант президентского фонда культурных инициатив. Назвали его «Жигулевское селфи». То есть мы взяли лучшие-лучшие бренды, мы знаем, которых можно упаковать в продукты, да, и решили с детьми поговорить с помощью путешествий на их языке. И мы постарались, взяли, собрали рабочую группу экскурсоводов и сделали 12 совершенно уникальных программ детских. В чем их фишка? Да, мы говорим серьезные вещи, но на языке детей. Мы сшили костюмы, мы пробуем на вкус, мы сделали великолепные такие элементы для селфи. Потому что в этом проекте дети, участвуя, когда едут на эти экскурсии, фотографируются, выкладывают свои фотографии. И это идет еще и конкурс. Лучшие поедут бесплатно потом совсем, да. И такой большой-большой плюс. Этот проект будет у нас длиться до конца 2022 года. И так как это грант, то дети будут платить не всю стоимость рыночной экскурсии, а только часть. Остальное мы за счет гранта. И главная наша цель – заинтересовать детей, чтобы им понравилось. И что даже если они закончили школу и уедут из Тольятти, они понимали, что мы живем совершенно в уникальном месте. И все их сюда тянуло и сюда возвращались. И они гордились, что они живут здесь. Вот главное – показать, чем гордиться можно. Круто. Это очень круто, да. Вы знаете, с сентября месяца, и мы уже проговорили, что это будет, наши дети тольяттинские обращаются в нашу компанию с 5 по 9 класс. У нас есть вот такое ограничение. И совершенно бесплатно в составе групп 10 детей плюс 11 сопровождающих едут в двухдневный тур по Самарской области. Это и Тольятти, это и Самара. Живут в отеле «Три звезды». У них будет питание, экскурсионная программа. Это продлится только до конца года. И если позвонят в нашу компанию и спросят, или лично мне, я расскажу, как уже сейчас, что сделать, чтобы попасть в эту программу. И никаких ограничений. Только лишь бы был возраст 5-9 класс. Анна, скажите, какие еще направления можете посоветовать тольяттинцам? Отличный вопрос, потому что все, многие устали, многие хотят отдыхать. И на самом деле не надо отчаиваться. Действительно, можно отдохнуть во многих местах. Единственное, надо поторопиться. И как это, ну, звучит, может быть, в этой обстановке, когда решение принимается в последний момент, действительно, очень многие путевки расходятся. Ну, великолепный отдых, например, круизы по Волге. Они никуда не делись, да? Только мы уже продаем август и сентябрь в июле. Или, например, на наш юг. Вот как вы думаете, за сколько можно уехать на наш юг? Полная путевка может стоить. Вот ваше. По стоимости? Да. Ну, если на двоих, тысяч 50? Ты на меня так посмотрела? Как будто бы я сейчас... Да, то есть можно найти совершенно недорогие. То есть от 15-17 тысяч автобусные туры. У нас открываются зарубежные туры. Вот у нас есть информация, что совсем скоро будут летать 3 рейса в день в Турцию. С 24 июля открываются из Самары рейсы в Египет. Ну и, конечно, вся Россия открыта. И прекрасные наши экскурсионные программы. И на один день можно поехать на необитаемые Болжь и острова. То есть выбор очень большой. Надо просто снять трубку, позвонить нам. Анна, расскажите, вот ваше какое любимое место в нашем крае? Где, гуляя, вас можно встретить? Гуляя, встретить меня точно можно в лучшем Европе яхт-клубе «Дружба». И вообще я очень люблю водный отдых. И прогулки на яхте – это прекрасно совершенно. Но я хочу посоветовать очень, когда и вода, и классный глаз отдыхает, и очень экономично. Это целый день можно провести на необитаемых Волжских островах. Это как раз ниже ГЭС. У нас есть такая однодневная программа. Она называется, так и называется, необитаемые острова Волги. И я обожаю эту программу. Вот на этой неделе поеду сопровождать людей со всей России по этой программе. Копчение рыбы, управление парусом, участие в костюмированном спектакле по местному фольклору. Ну и, конечно, любованием нашей Волгой и Жигулевскими горами. Я вас уверяю, мы живем в самом красивом месте Волги, а Волга – это символ России. Нам повезло. Поэтому кризис, конечно, это плохо, но на нас, слава богу, есть что-то. Что-то, да, что-то, что не требует больших от нас ресурсов. Анна, благодарим вас за беседу. Узнали очень много интересного с Антоном и в том числе все телезрители. Сколько у нас увлекательных мест в нашей Самарской области. Скажите, где более подробно можно узнать информацию о вас? Спасибо большое, что пригласили. Ну и, конечно, ваш отдых, отдых тольяттинцев, может начаться с посещения наших офисов. Мы находимся на Мира-132 и на речном вокзале Комсомольского района. Мы рады всем и найдем отдых по вашему бюджету, именно на ваш вкус. Отдыхайте вы тоже. Спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо.